тут прям все дверки они в пленке тут хотели делать ремонт но что-то как всегда пошло не так все патенты на диск почему они это оставили всем привет ребята с вами канал злобяша и сегодня мы с вами отправляемся в заброшенное общежитие которое находится за моей спиной смотрите какой интересный домик сейчас я вам все конечно же покажу нормально вот посмотрите внимательно здание идет вот такой вот буквой п такой вот у нас двор практически колодец это общежитие одного из университетов очень известных нашего любимого города москвы обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал потому что своим ребятам я уже наверное оттуда поснимаю круглые видео ну что сейчас попробуем туда попасть и я вам покажу что там осталось надеюсь тараканов там нет потому что их я очень сильно боюсь и будет наверное очень громкий ор если их увижу все друзья погнали залезать в это заброшенное общежитие в общем у нас открытая дверь на территории и мы не знаем есть там охрана или нет но там горит свет сейчас попробуем туда зайти одни штаны остались хочу кого а ну походу никого нет все таки может прикроем за собой дверь хотя смотрите лопата а ну вот короче чоп да понятно здравствуйте охрана почему-то вы очень не очень охраняйте и мы пробрались собственно вид общежития пробуем пролезть через этот весь мусор ну все поздравляем так чувствую видео будет большое сегодня буду говорить громко если меня выскочит охрана это будет очень даже неплохо в принципе какой-то движ на сегодня но мы с ребятами решили начать наверное с последнего этажа сколько здесь даже кто-нибудь посмотрел отлично проверим сразу наверху сидит ли охрана или нет как мы видели свет тут работает отопление по ходу дела нет потому что здесь довольно таки и так уж и жарко так я поднялась на четвертый последний этаж осматриваю если какие-то датчики камеры так все принципе то же самое как на других этажах предлагаю с вами осмотреть помещение что в помещениях осталось вот собственно туалет и довольно таки хорошие усказалась состоянии вот окна отсюда которые выходят проверим если тут вода и от воды походу ребята здесь нет проживающим в общежитии запрещается курить появляться в нетрезвом виде хранить и употреблять вещества нецензурно выражаться иметь задолженность по оплате за проживание так это наверно а это умывальники смотрите они были отдельно то есть туалет отдельно увальники отдельно не знаю кто тут проживал мужчины или женщины или как вообще здесь было мужской женской крово и все жили вместе можно сказать как это еще назвать не знаю в общем вот плита это была кухня на кухне кстати говоря мы с вами можем встретить тараканов вроде бы здесь их нет довольно таки я бы сказала не старый ремонт и очень-очень странно на самом деле что такое общежитие тут забросили что на месте него собираются делать или реконструировать снова я не знаю но общага нормальная что ни одной страшно туда идти не кто-нибудь выскочит вот заходим в первую комнату сейчас я посмотрю какие-нибудь они были подписаны или нет просто номер 435 номер вот такая вот не знаю двухместная или четырехместная палата или как сказать номер комната посмотрите вот такая вот кровать здесь мы свет с вами не проверим потому что здесь нет люстр идем в следующую комнату ну какая-то мебель здесь осталось шкафы вот кстати говоря настил это линолеум вполне себе хорошие общежития я не знаю как то вот забросили такое огромное здание он стоит в городе занимает столько много места кстати говоря рядом здесь стоят такие же действующие общежития и всему и ждет точно такая же участь потому что мы проходили мимо мы сначала перепутали где же находится наше нужное общежитие вот кстати говоря покажу вам план этого здания в общем здесь то же самое точно такие же комнаты точно такие же железные кровати собственно я наверно вам буду снимать так самое интересное такая вот классная полочка сделана из стульев они просто такие маленькие табуреточки сделала такая полочка самодельная памятка о пожарной безопасности такая вот комната а здесь посмотрите такое классное так друзья из вот этого прекрасного холла мы с вами идем дальше по коридору в другое ответвление этого общежития хочу обратить ваше внимание что в этой комнате был сделан ремонт видимо люди кто тут проживал сами переделывали свои комнаты вот такие вот наклеечки здесь оставляли здесь вот такие встроенные шкафчики были очень удобно довольно-таки просторно это четырехместная комната с такими огромными окнами кстати говоря окна здесь пластиковые обратите внимание просто пластиковые новые окна то есть тут даже новый линолеум постелен только единственное ну потолок немножко уже как-то отпадает но это общежитие по моему здесь уже стоит два года поэтому для меня это немножко странно почему такое здание здесь забросили возможно приземлю конечно же готовят как всегда от реновации будут делать здесь какой-то новый строить жака не знаю ребята принципе мы это с вами узнаем возможно когда-нибудь потом когда все это снесут я фиг его знает друзья да вот это прямо женское крыло явно это явно девочки открыли и вряд ли это было как мальчиков но это я могу конечно не что это догадывается такие вот удобно я бы сказала здесь все-таки полки прям реально новые новые окна только помененные такие же двухъярусные кровати в общем то тут ничего интересного нет в каждой комнате здесь все похоже тут друзья не знаю тоже наверное было все не знаете стоит вот одноместная кровать возможно это более двушки а вот там вот четырехкомнатная знаю что в общежитии двушки стоит дороже батареи еще не попилены и тут здесь уже совсем конечно плохо этой общаге немножечко потолок протекает ну что вы хотели если она стоит уже два года никому не нужно здесь посмотрите постерами и всякими наклейками постерами обклеена стона например или динамо смурфики если кто-то жил в этом общежитии узнает то расскажите мне было бы очень интересно почитать ваши комментарии тоже такие вот дух яростные кровати возможно тут тоже стояла кровать для нее здесь место посередине столик ну нормальная комната общий туалет душ умывальники все как в настоящем общежитии здесь такие старые лимбочки для того чтобы учиться и отдыхать вполне себе хорошим местечком 10 календарь вообще 2015 года здесь вот такое огромное зеркало прямо в пол очень круто выглядит прям офигенно и тоже для кровати полочки очень-очень вполне себе уютная комната уютное помещение так ребята докладываю ситуацию последнее крыло четвертого этажа мы пройти не смогли потому что там завар сейчас попробуем через другой этаж пройти мы сейчас на третьем этаже с никитой идем по коридору если будет что-то интересное я вам естественно покажу немножко кстати игра другие двери по-моему это не точно но другие обои другой ремонт вот посмотрим полюбуемся вот такая вот кровать шкаф стол парта ну и все как принципе все что нужно иметь в обычном общежитии от университета как тебе никаких мест ты любишь общежитий я знаю все любят общежития особенно если тут не жить а кто жил в общежитии напишите к нам в комментариях как у вас были дела с общагами не бессилили вас ваши соседи хорошо ли учились потому что я не жила в общаге и не могу сказать как она здесь было так здесь что-то интересно вот короче стоят две двухъярусные кровати сколько тут было народу я не знаю здесь правда какой-то бомжатник но тут осталось что-то вот книги валяются и учебники почему-то их не забрали здесь вот мы нашли какую-то маленькую комнатку две сдвинутые кровати может это был семейный номер не знаю здесь вот остались учебники какие-то интересные содержание здесь вот академия собственно и огромный огромный справочник у нас тут остался пропуск одного из студентов зачетная книжка что она вообще тут делает как едут оставили наверное человека выгодно или что ли я не знаю потому что обычно как бы сдаются за счетки здесь вот был склад книг и что это они только курсовые работы какие-то судя по всему да методички может быть тут дипломы еще че-то можно найти что тут вон папки смотри какие-то участники конференции интеллектуальная собственность нарушение авторских праздник ё-моё сколько дисков все патенты на дисках ужас почему они здесь это оставили тогда обалдеть вот это интересная находка на самом деле потому что пока мы здесь кроме кровати ничего собственно и не видели кровати кухни одинаковые здесь вот склад матрасов шторки остались это довольно таки приятно чтобы включить свет свет не работает здесь начну только на первом этаже работает там где была комната охраны но охранник отсюда ушел вот еще одна комната хочу быть больше внимания повесил полочки довольно таки свеженькие обои помененные окна друзья опять-таки нормальная совершенно кровать ну как то так здесь вообще пахнет довольно таки свежим ремонтом если честно там свежими обоины пахнет и здесь помененные окна довольно таки новая кровать не за неплохая совершенно для общежития кровать трехместная явно палата была тут все то же самое мы идем я думаю понимаете в каком крыле были мы с вами в том крыле на четвертом этаже сейчас пошли в это крыло на третьем этаже здесь все то же самое как найдем какие-то супер интересные комнаты и поснимаем посмотрите ребята здесь довольно таки новые раковины нет воды здесь нет отключена новая совершенно плитка прям хорошенький ремонт я бы сказала смотрите душевая для девочек режим работ с 6 до 24 технический перерыв мы зайдем на душевые для мальчиков да вот посмотрите такие душевые каминки тоже помененные окна обращаю ваше внимание хватит кто-то оставил пожалуйста двор ребята очень шикарный просто шикарнейший здесь вот центральная крыло получается отремонтировано в том старенький ремонт а вот в этом я не знаю мы еще не ходили хочется пойти посмотреть на полом там все помененные окна не прям новые ну там только одно я не вижу что с ним произошло сейчас мы с вами это попробуем выяснить если получится туда пробраться пусто говорите что я ничего не открываю вот открыла пусто смотрите график дежурства по этажу такой же план эвакуации здесь вот довольно таки насыщенная интерьера комната здесь много всяких предметов сохранилась осталось так у сокрова я еще не ходила кстати говоря посмотрите какая кровать пойдем посмотрим что там тоже интересно посмотреть вот смотрите здесь подъем наверх не я думаю на четвертый даже даже нет смысла заходить здесь посмотрите короче говоря общежитие ремонтировалась полностью причем все было содрано до голых стен тут как будто даже новые стены выкладывали просто полностью и этот ремонт заморожен в общем тут наверное крыло заканчивается но не такое большое когда смотришь на него в ремонте потому что здесь нету даже перегородок они не выстроены обалдеть я не ожидала такого увидеть если честно вот лестница а здесь дальше еще что то есть господи как интересно очень интересное здание на такое запутанное блин жесть тут тоже все в ремонте походу смотри тут двери новые да обалдеть тут прям все дверки они в пленке и вот ну не все но все равно они новые и вот самое печальное что если это общежитие стоит пару лет то крыша начинает потихоньку протекать и вот сегодня дождь и мы наблюдали кое-где вот такие нормальные подтеки то есть весит ремонт скоро пойдет на смарку то есть это не под реновацию не под снос это просто тут хотели делать ремонт но что-то как всегда пошло не так все мы сейчас пойдем на другие этажи я тогда там включусь потому что здесь нечего показывать больше вот тупик мы пришли в конечную точку ребята мы спустились на второй этаж потому что ну как вы видите здесь все то же самое на четвертом этаже мы посмотрели в этом крыле тоже вот здесь вот смотрите еще снова года остался дождик и там ребята идут а вот здесь такие маленькие комнатки в них тоже был сделан ремонт довольно таки кстати говоря новый там годный ремонт ребята тут такая вот интересная у нас арка то есть мы даже другой крыло не сможем пройти напрямую нам придется проходить через третий этаж потому что в два этажа идет тупо арка ну то есть вот здесь вот такие маленькие комнатки тоже с ремонтом все раковины в идеальном состоянии здесь была кухня судя по всему так ребята спустилась на первый этаж табличка выход сейчас поснимаю вам наверное парадную хотя не знаю что здесь сейчас вместе с вами и узнаем вот выход из оптяжития посмотрите одна из дверей вход по вот такому вот ключику посмотрим на туалет и нормальные вполне себе уютные туалеты в общем здесь мне кажется ничего интересного в этом крыле нет потому что она полностью пустое подготовленным было к ремонту которым как мы выяснили был начать ремонт но каким-то причинам не закончен мы сейчас находимся на втором этаже старого крыла это вообще жить и вот здесь вот нас встречают такие шторки карнизы еще остались в общем 2 и 1 этаж немножко отличаются мы идем на первый этаж тут меньше места из-за арки и она разделена получается на две части вот как мы думали в принципе на первом этаже здесь больше всего вещей осталось матрасы обоссаны и соскладированы смотрю другие комнаты люстры соскладированы плафоны мусорные ведра какие-то запечатанные просто напросто коробки инвентарем так интересно это что у нас такой давайте посмотрим сила прогресса больше средства в общем такие вот дела ручки от кранов соскладированы и все до такого ремонта если вдруг что-то ломалось что наверное это относили туда и делали ремонт вот здесь вот смотрите документы остались тоже кстати говоря совершенно непонятно чуть составляли так документы вот еще одна комната складского помещения какая-то офисная комната явно так журнала регистрация институт рабочая месть но очень короче ничего здесь институт особо нет журнал приема сдачи дежурства очень на первом этаже какие-то больно у нас административная часть и административный кабинет получается сейчас были в последний отсек данного общежития вот тут интересная какая-то комната нас встречает прям очень много всего книги книги посмотрите чайники здесь видимо выдавались наверно за допплату не знаю как не хочется конечно ходить по книгам но придется это сделать здесь пропуска вон валяются смотрите принц личные данные не совсем сюда полагается личные данные наверное студентов куча куча всего оставлены архивы просто жесть здесь вот рядом с библиотекой была вот такая вот обычная комната двухместная здесь тоже склад краска что не наверное подкрашивать колер в общем что-то для ремонта и доска для ключиков от комнат данного общежития не были теряйте свое время и батарейку и не отправимся с вами дальше по коридору тут были также обычные комнаты двухместная здесь складированы матрасы также в этой комнате матрасы 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 очень-очень много матрасов и теплое одеяло вот в таких вот мешках наверное не надеются что здесь это все барахло не отсыреет сей кстати говоря смотрите в этой комнате был не знаю в чьей комнате стоял для чего вообще он был вот еще такая комната тоже какая-то смотрите с ключиками кое-какие ключи здесь остались смотрите костевая второй этаж кухня второй этаж то есть каждый ключ был подписан все по красоте вот они кстати говоря вон там ты валяются в общем тут нас встречает наверное последняя кухня последнего первого этажа то что мы шли сверху вниз вот такие вот раковины вот кухня на этаже такая вот была маска портилогаз что-то здесь делает а наверное здесь тоже сделали ремонт как я понимаю и все это благополучно у нас забросилось что здесь что-то интересное уборы для использования но очень по ходу дела мы пришли в точку с которой начали вот у нас единственная табличка выход которая горит моя жопа с ваших плохих комментариев люблю все принимаем рации охранника до огнетушителя ну все больше ничего интересного здесь наверное уже нет мы сейчас пойдем на выход ребята мы на последующем зашли в комнату охранника который сидел вот тут вот на проходной и у него здесь всякие охранные сигнализации вот все подписано список приборов пожарные сигнализации контролируемая зона вот это видимо какая-то охранная сигнализация объемных где обладали ну и собственно вот его место вот его плащ дождевик наверное ну все мы уже все на выход идем давайте уходите ребят надеюсь вам такое видео понравилось принципе довольно таки интересная общага вы посмотрели как выглядит обычное студенческое общежитие те люди как я которые никогда в них не жили или те кто жил те увидели как вы раньше жили наверное поймали какую ностальгию в общем пишите в комментариях мне будет очень интересно почитать ваши комментарии подписывайтесь на мой телеграм-канал подписывайтесь на канал никиты все ссылочки будут в описании но я с вами прощаюсь до следующих классных годных видосов всем пока